Ложная самодостаточность человека Неверующие и несоблюдающие предписания ислама, люди в своей беспечности опираются на убежденность в самодостаточности и независимости своего «я». Самосознание, опыт причинно-следственных связей, которые окружают нас, встроенность в социальные процессы – все это внушает чувство опоры в реальности. Возникает ощущение того, что я сам управляю своей жизнью и своим телом, сталкиваясь лишь с внешними факторами, которые можно преодолевать волей. Зацикленность на таком поверхностно-убедительном, но в действительности мнимом представлении порождает куфр – неверие, отрицание Бога, или гафлет – забывчивость, сопровождающийся отказом от предписания ислама. Почему к такому представлению применяется слово «мнимое», то есть «ложное», «кажущееся»? Потому что любому человеку достаточно задуматься над тем, как он произошел, что предшествовало его нынешнему самосознанию. Разве он не был каплей из семени источаемого? Потом он превратился в сгусток крови, после чего он создал его и придал ему соразмерный облик – Коран 75, 37, 38. А также, к чему идет его жизнь. Аллах сотворил вас, а затем Он умертвит вас. Среди вас есть такие, которые превращаются в дряхлых стариков и забывают все то, что знали. Воистину, Аллах знающий, могущественный. Коран 16, 70. Задумавшийся над этими вопросами, понявший эти аяты человек, выйдя по воле Аллаха из состояния куфра или гафлета, откроет для своего понимания эти и многие другие имена Аллаха. Аль-Кадир – всемогущий, тот, кто мощен сотворить все так, как он задумал. Аль-Азиз – могущественный, сотворивший людей и их поступки. Аль-Вали – властвующий, покровитель, властвующий над всем сущим, властелин всех вещей, управляющий ими, осуществляющий все по своему желанию и мудрости. А также аят. Неужели человек полагает, что он будет оставлен без присмотра? Коран 75, 36. Приведем такой отрывок из Рисали Нур, который закрепит понимание этой темы. Человек является таким уникальным творчеством великого Господа, а также самым тонким и изящным чудом его могущества. Господь удостоил человека проявлений всех своих имен и росписей, создав его в виде уменьшенного подобия Вселенной. Если свет веры проникнет в человека, то благодаря ему станет возможно прочесть все имеющиеся в человеке многозначительные узоры и росписи. Этот уверовавший будет читать разумом и благодаря этой связи, то есть вере, позволит прочесть и другим. Посредством таких смыслов, как я, создание творения всемогущего Творца, удостоенное его милости и щедрости, будет проявляться воплощенное в человеке божественное творчество. Стало быть, вера, связывающая человека с Творцом, раскрывает все заключенные в человеке произведения Господнего творчества, и он обретает ценность уже как произведение божественного искусства и как божественное зеркало. С этой точки зрения этот незначительный человек становится собеседником Всевышнего, возвышенным над всеми его созданиями и его гостем, достойным райских благ.